Вот. Я только что вернулся. Так, возьми вот эту. Подержи. Выйди. Выйди. Подержи. А то вчера попался один карасик, и я его отдал этому Исааке. Ну, а сам-то не вижу это. Вот Господь-то все видит. Никогда не было карасиков, а сегодня еще один раз карасик. Вижу он же. Вот это, где одна на другую наклоняется, это и бить. А ты еще с другой стороны бить. А где вот по одному листику, тут держать в руках. Так, гляди. Вот так держится. Вот я вчера показал, вот до сих пор. Думаю, наверное, лишку я хватил. Давай, замерим. Вот посадь рядом. Ну, держи. Ну вот, держи. На два пальца меньше, чем вот эта вот. Он разогнал всю рыбу там, видать. Их там мало попало, но зато он один. Сегодня его приготовить. О! Сколько-то сантиметров будет. Ну-ка, давай посмотрим. Вот это я от головы 20. Ну и тут, естественно, сантиметров 7. 25. 25, да. Так вот, у нас вот в этом карасе водили, сосед говорит. Это какое ведро? Это котелик называется. 15 литров большое ведро, банное. И вот так карась, говорит, там лежит и загнется, а хвост наружу. Я даже не представляю, что это за карасей. Так, пока время есть, милости просим, быстренько. Еще время есть. Вот. Господь так дал. А в этом неладно было сделано воду-мордушку, которая там затычка была, не знаю, Сергей сделал. Она провалилась туда. Я ее не могу вытащить. Пошел искать палочку. А березы, которые засохли, то они далеки. Я в воду не могу залезть. Чтобы ее вытолкнуть через горловину-то это. Сегодня у меня... Вот воды нет в воде опять. Я все время прошу, чтобы была вода, но в лесу не берет. Бум. Налей быстро. Кусочек этот сохранить. Теперь я ввел некоторую новинку. Там... Это она... У них те опять отверстия, по которым рыба может заходить. Вот. Но они когда намокают, а еще у нас сеточка такая, как... Ну, легонькая. Она сама по себе склоняется, и туда большой не залезет. Я-то достал внизу. Кладу это... Тесто-то. И... Краем заворачиваю и прилепляю. И отверстие делается больше. Я сделал разные палочки, чтобы отверстие как бы пошире сделать. А потом нет. И пошло. Там в ворону. Идается. Не пошло. Думаю, нет. И пойдет так. Все время открыто. А он, главное, если только сразу придет караста, начинает съедать. А если он съедает, то значит, это опускается тогда. И он обратно выйти не может. Это новинка у меня со шарашего дня. И вот он сегодня зашел, я не знаю, будет ли еще или нет. Хорошо бы его стушить. И подать. Потому что завтра последний день волосный. Начинается успенский пост. Вот я... Что-то... Это руки так, потому что все масляное. И мне, Володя, сделай и тугое, и тугое тесто. И туда подмешай немножко... А вы куда бросили-то? Туда бросать? Вы куда бросили-то? А куда я бросил? Вон. Да, вон куда. Значит, халвы. Маленько, крошек туда напусти. В тесто, в само тесто. И оно будет дольше держать. Это вот ту новинку, которую... Ну, просто надо ввести. Посмотреть, что изменится. А где-то у нас дочечки, там, штук по пять малышей. Люди какой. Я его близко около берега боялся. Он как начнет там, а все летит. Некоторые гальяны прямо вылетели на улицу из-за него. Он, как бывает, белуга-то и играет с этим... Ну, с каких-то там зверями-то. Пингвин или кого, а потом подбрасывает кверху, они летят. Ну все, я пошел готовиться. А то сегодня у нас 12 августа 18-го года, воскресенье. Вот я съездил туда, посмотрел. Ехал и думал, вот кто чем занимается. Вот у кого скотина, то не как. В воскресенье я полежу. А как полежу? Кормить надо. Сначала голуби надо накормить, голубей. А не на улице у меня. Все. А больше никогда не ложись, Виталий. Как встал в 4.40, все, шабаш. Занимайся, считай, тренируйся, прыгай, бегай. Не давай воле телу. Ты видишь, сколько жира-то у тебя? Какого-то у карася. А ты не голится. Он все время ходится. Я видел, как он купаться пошел. Но у нее вроде как с течки бабе болтаются. То есть она качаная, Игнатьевна. Да, да, да. Вот так. Виталий.